Добрый день, дорогие радиослушатели. Финам ФМ 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас прямой эфир. У нас в гостях Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента компании Эльпари. И тема нашего сегодняшнего эфира это влияние крупных политических событий на фондовый рынок. Дарья, добрый день. В принципе, очень много людей, наоборот, кто-то скептически относится к новостям, кто-то, наоборот, только слушает новости вы, я так понял, занимаетесь именно трактовкой новостей. В общем, да. Потому что огромное количество людей, с которыми я общаюсь, которые торгуют, кто-то использует новости, кто-то, наоборот, совсем против новостей, кто-то, в принципе, такие, как я, говорят, что новости уже заложены именно в движении или в том, что собирается быть. Ваше мнение? Я придерживаюсь мнения, что лучше бы совмещать и фундаментальный анализ, то есть смотреть новости и техническую картину. Вот тогда получается полная картина, тогда мы можем действительно с высокой вероятностью предсказать, ну или, по крайней мере, попробовать предсказать, куда пойдет тот или иной актив. Я бы не стала отрицать значение новостей, и тем не менее соглашусь, что действительно... Ну, у вас просто по поводу вашей работы как-то отрицать влияние новостей, это даже... Согласитесь. Ну, не комильфо, не комильфо, да. Сто процентов. Ну, не секрет, что рынок отыгрывает в основном новости уже на ожиданиях, поэтому, когда уже новость выходит, выходит статистика или происходят какие-то важные события, естественно, уже, как говорит, поздно пить боржомицу, она уже куда-то ушла. Поэтому, разумеется, наша задача работать на опережение, чем мы, собственно, и пытаемся заниматься. Сколько лет вы в индустрии? В индустрии я не так давно, порядка двух лет. Именно в аналитике. А откуда выходец? Из Метрополя. Большой привет бывшим коллегам. То есть вы в Метрополь променяли на Альпари? Променяла. А что... Ладно, не будем задавать вопрос, что было не так, это не принципиально. В Метрополе чем вы занимались? В Метрополе я поддерживала аналитический департамент. То есть именно ценные бумаги? Ну, по большей части, да. А тут вы перешли именно на более глобальные новости? Здесь, да, здесь мы Форексом занимаемся в основном. Ну, не имеет значения. Я имею в виду, что, в принципе, составляющие экономически, например, европейские, вы просто пытаетесь понять, что происходит. Европейские, американские, безусловно, Азию тоже смотрим. Ну, Россию. Вы смотрите не просто трактовку новостей, а что, например, происходит, да? Да, разумеется. То есть, например, вот давайте представим себе, у нас вот, не знаю, как по-русски говорить, или по-английски, JIT FONI, да, ваш любимый, о котором вы хотели как раз поговорить. А вот огромное количество людей что-то ожидает, другое количество людей ожидает что-то другое, а третьи сидят и ожидают что-то третье. А четвертые сидят, смотрят рынок и говорят, лезть или не лезть. Вот что вы ожидаете? Относительно лезть или не лезть, я бы посоветовала подождать. Ну, что будет, как будет, то есть, какие, так как вы, в принципе, занимаетесь аналитикой, то вы, естественно, в первую очередь, наверное, смотрите как раз, что скорее всего, то есть вы смотрите развитие, что такое аналитика. Скорее всего, может быть, то-то, то-то, то-то по ряду таких-то, таких-то причин. Совершенно верно. Вот, то-то, то-то, то-то с G20 по ряду таких-то причин, это что? Ну, для нас сейчас есть два центральных события на рынке. Первая такая огромная, скажем так, геополитика, это, безусловно, Сирия. Мы смотрим на развитие ситуации военной в этом регионе, и отчасти саммит G20 показал, какие позиции занимают какие страны. И для рынков это очень важно, поскольку, если все-таки конфликт будет военный, нужно будет понимать, в каких масштабах мы увидим там военные действия, потому что эксперты говорят о том, что возможна эскалация конфликта. Это уже совсем другая история. Если будет короткая операция, которая на Сирии закончится, что на самом деле маловероятно, то это будет совсем другой сценарий развития событий. Аналитики всегда предполагают два-три сценария. На сегодняшний день есть 12 стран мира, да, вот сейчас подписались немцы, 12 стран мира, которые поддерживают Соединенные Штаты Америки в плане того, что не надо будет даже спрашивать разрешение. На сегодняшний день уже 12 стран. Если когда-то американцы начинали одни, потом кто-то присоединился, кто-то передумал, кто-то решил, то на сегодняшний день есть 12 стран, которые, в принципе, готовы участвовать. Вы же понимаете, что такое там Соединенных Штатов, одних хватит, а тут 12 стран, в принципе, пытаются уже, это уже не война, это просто коалиция против... Я не люблю политику на самом деле, но мы хотим сегодня людям объяснить, в принципе, на что обращать внимание. Вот есть коалиция 12 стран, при том крупнейших стран, которые НАТО, которые готовы на сегодняшний день просто обойти резолюции ООН и просто сказать, ребят, нам вообще по барабану, о чем вы там говорите. Ну, во-первых, это все же всего 12 стран, а не уже 12 стран, все равно есть блок, который выступает против, и я очень рада, что... У нас есть на сегодняшний день приблизительно 170 стран в мире, где-то, по-моему, 168, из которых влиятельных, влиятельных, даже 20 не наберется. Окей, но даже те, которые выступают против, они все равно имеют определенный вес, и решений как такового все равно нет. Мы все равно ждем резолюции ООН, все равно я не верю, что американцы настолько обнаглеют, что полезут туда вот прям сами. Я такая оптимистка. А, нет, ну тут не дело в оптимизме, это вопрос в том, что они могут спокойно полезть и спокойно обнаглеть. То, что они могут, это безусловно. Да, то есть это уже было не один раз, и все равно спрашивали мнение всех и делали абсолютно по-своему. Разумеется, поход в Ливию мы, собственно, все помним, не так давно все это было. Однако мы все же ждем, потому что решения пока нет, пока конфликт не начался, пока вот стадия заморозки, которая очень неприятно всех нервирует. И, естественно, мы ждем разрешения этого события. Опять же, есть достаточно сильная страна, которую нельзя списывать со счетов. Это тот же самый Китай, который всегда следует за Россией. И пока мы витируем все вот эти вот истории в ООН, и пока держим оборону, пока. Даже если начнется конфликт, опять же... А что вы думаете, например, если вот начнется конфликт, вы думаете, что Россия вступится? И в какой степени это будет? Во-первых, Путин уже сказал о том, что да, вступится. Одно дело сказать, другое дело вступиться. У нас достаточно там интересов, чтобы действительно вступаться. Естественно, тут я согласен на 100%, и в последнее время, например, огромное количество воин, которые в принципе в Америке ввязываются, все связано с нефтью. Абсолютно. Все страны практически. Демократия это никому не нужна. Это абсолютное прикрытие, о котором говорятся, но все люди понимают, что на самом деле нужны ресурсы. Началось за бомбежкой, и человек, который получил Нобелевскую премию мира, уничтожит там 300 тысяч или 200 тысяч человек просто, чтобы сравнять с лица земли. Абсолютно. Абсолютно. Ну, потом пойдут новые деньги на восстановление. Разумеется. И так закрутится великая экономическая машина. Поэтому, например, если посмотреть конкретику, да, вот у нас огромное количество людей, и я бы хотел вот узнать. Вот у вас есть аналитический департамент. Есть. Да. Во всяком случае, давайте просто людям скажем, что ни одна передача у нас не носит финансового характера, потому что очень часто люди думают, что, например, к нам пришли форексники, образно, значит, нам заплатили. Я говорю сразу, что мы не получаем никаких денег. Во всяком случае, я лично за передачи денег не получаю от каких-либо компаний. Это однозначно. Поэтому здесь будет сугубо ваше мнение. Вот представьте себе, чем занимается ваш аналитический департамент и для кого направлены ваши рекомендации. У нас есть ряд аналитических продуктов, которые мы выпускаем какие-то ежедневно, какие-то ежемесячно, какие-то по запросам. И наша задача создать определенное информационное наполнение, ориентированное в первую очередь на инвесторов, на клиентов нашей компании. Поскольку есть очень много новичков, которые приходят на рынок и не знают, за что хвататься. Соответственно, им нужно разобраться в том, как происходит собственно трейдинг. Для этого есть высшая школа трейдера. Как называется? Высшая школа трейдера. В которой есть... Ну, это звучит, звучит. Да. В которой есть очень грамотные преподаватели, которые соответственно объясняют именно механизм торговли, начиная от открытия ордеров, заканчивая сложными системами торговли и прочими техническими вещами. Тогда мы вернемся опять к этому вопросу. Почему 95% людей сливают деньги? Потому что рынок, он такой коварный. Вы думаете, что это в рынке дело? Разумеется. Нет, так я просто объясняю. Я когда прихожу на семинар, здесь на самом деле, честно скажу, от преподавателя не так много зависит. Не потому что я снимаю с себя ответственность, а потому что есть какие-то моральные факторы, которые человек просто не может побороть. Вы совершенно верно отметили. Тут помимо знаний есть еще очень важный психологический фактор, потому что люди банально не выдерживают. Когда они видят, что рынок идет против них, у людей случается паника, они начинают судорожно принимать неверные решения и отчасти из-за этого сливают. А вы сами торгуете? Я в таком мягком режиме, скажем так. Мягком. Дневки, часовики или в совсем мягком? Часовики это нет. Маловато. Конечно. Побольше дневочки. Конечно. Тогда вопрос другой. Например, сейчас у нас буквально 30 секунд осталось. Следующий вопрос, который я хочу задать, с чего бы мы начинаем. Вот смотрите, к примеру. У нас на сегодняшний день евро ходит в коридоре 1.34-1.30. Ровно две недели назад я в передаче «Вести» на телеканале «Россия-24» сказал, что надо шортить евро от 1.34. Никакого фундаментала, честно, я не знаю, ни в какие фундаментальные знания я не лезу. А вот в следующие 15 минут я хотел задать вопрос. Дорогие друзья, у нас Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента компании «Аль-Пари». Прямой эфир после новостей. Да, и снова с вами Александр Герчик и Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента компании «Аль-Пари». И мы как раз будем с Дарьей разговаривать о влиянии крупных политических событий. Ну, не крупных, а вообще влиянии политических событий на фондовый рынок. Дарья, еще раз добрый день. Добрый день. Так вот, вопрос был простой. Например, вот у нас Евро ходит в коридоре 1.34 и 1.30. Практически всегда выходят какие-то новости мелкие, крупные. То Меркель что-то сказал, то еще кто-то сказал, то там выступает премьер-министр Италии, говорит, что он там всех накажет и все остальное. То есть, как просто... Давайте начнем с Евро и потом посмотрим, как реагировать на политические новости, как их трактовать. Честно сказать, я очень мало количества, очень маленькое количество людей вижу, включая более-менее Саша Потавин, еще несколько людей, которые действительно понимают, как трактовать эти новости, что может быть. Потому что, когда многие начинают говорить, вот сейчас Евро улетит там до 1.40 и 1.25, я считаю одну вещь, чтобы то, что произошло что-то такое, то должны быть какие-то обоснования для этого. Вот вопрос один. 1.34 и 1.30 канал. Что с Евро может случиться? Что должно произойти? Чтобы мы вышли за верхнюю гоницу канала или за нижнюю? Или мы просто будем определенный промежуток времени находиться в канале? Я думаю, что в ближайшее время из канала мы никуда не вылезем, потому что... В ближайшее время это сколько? Я полагаю, пару лет еще мы из него не вылезем. Потому что, если смотреть фундаментально, в Еврозоне все плохо. Мы видим рецессию, мы видим огромные проблемы с безработицей, мы видим, что с производством хоть там PMI вышли, недавно в общем-то, довольно воодушевляющий. Тем не менее, все равно глобальных улучшений нет. Вот их как затянуло в этот долговой кризис, так ничего, пока никаких решений грамотных принято не было. Соответственно, из канала не вылезем, а внутри него будем ходить наверх или вниз, в зависимости от того, какие новости будут выходить, все же я верю в их влияние. Сейчас важно для нас выбор в Германии, да, там будет меняться, соответственно, Меркель, не Меркель, останется и не останется. Ну, а какие шансы того, что Меркель не останется? Да, шансов мало. На самом деле, скорее всего, она останется, просто... Там, на самом деле, на сегодняшний день никого нету, действительно, кто более-менее может оказать сопротивление. Приблизительно, как у нас, мэр города, и можно говорить все, что угодно, это просто что-то такое эстетически приятное, что два дня можно куда-то походить и побросать какие-то бумажечки. Это эстетически приятно? Многим очень нравится. Например, прямо вчера в моем доме стоит урночка для голосования, и приехала женщина на Мерседесе, на шикарном, со своим сыном, и говорит, вот я, а ему там мальчику, наверное, лет 9, да, на шикарном новом Мерседесе, все, и там, говорит, а вы не знаете, где эта урночка стоит? Ну, я говорю, в принципе, как бы, я не знаю. Она говорит, а вот я иду, сына учу... Проявлять гражданскую позицию. Да, 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 голосовать и все остальное. Ну, действительно, взяли, они пошли, там были нарядно одеты, все эстетически. Ну, опять же, видите, как правосознательность растет у граждан, это же прекрасно. Апатия проходит. Поэтому, что должно произойти, чтобы мы вышли за канал? 1.34 и 1.30. Надо победить долговой кризис. Ну, вы же понимаете, что... Понимаю, поэтому говорю, что мы будем в канале. Долго. Долго, долго, серьезно. По сути дела, у нас именно канал только по одной простой причине. Я тут с тобой согласен абсолютно, потому что я не вижу, например, никакого выхода и ни Соединенных Штатов Америки, ни Европы из проблем на самом деле. Естественно. В Европе проблема началась тогда, когда была образована еврозона. Потому что, когда объединяются 17 стран, окей, не сразу 17, но, тем не менее, на текущий момент их 17, да, с совершенно разным уровнем развития, с совершенно разными моделями экономики. И их объединяют под гиды единой валюты, при этом не сделан механизм управления всем регионам таким образом, что... Ну, есть некоторые страны, которые и отказались от валют. И правильно сделали, судя по всему. Опять же, да? И, соответственно, пока вот эти перекосы на глобальном уровне, пока их не уберут, проблемы будут. Германия будет себя хорошо чувствовать за счет того, что марка изначально была дороже, чем евро, и сейчас они великолепно на этом выросли. Нет, ну, да, из немногих стран, которые действительно хорошие, положительные, нормальные ВВП. Разумеется. Так это локомотив, для них это рынок, для них это отличная новость. Однако есть более бедные страны, та же Греция, посмотреть, что с ней сделали. И у немцев есть один большой плюс, они умеют работать. Абсолютно. В отличие от других нас. Тогда вопрос к тебе, как к человеку, который думает, что он понимает, я имею в виду, потому что я обычно тоже так думаю, что мне кажется, что я понимаю. Потому что я считаю одну вещь, это как бы политика, и что-то там пытаться понять, это просто, ну, практически нереально. Не, ну мы пытаемся, мы пытаемся разобраться. Зачем на сегодняшний день берут новые страны в Евросоюз? Для того, чтобы расширить рынок. В Черногории. Будет еще один рынок для немецких товаров, почему нет? То есть ты хочешь сказать, если я тебя правильно понимаю, что немцы создали для себя вот этот огромный рынок сбыта, и естественно, что они верховодят, тут я с тобой тоже соглашусь, и они себе просто готовят этот порт с даром для сбыта своих товаров. А почему нет? Судя по всему, так и происходит. Опять же, какой смысл странам вступать сейчас в Союз, где есть куча проблем? Зачем брали Литву, Латвию? Для тех же целей. А что там сбывать? Там у людей денег нет, они покупают только более-менее свои продукты, потому что они дешевые. А сейчас денег станет еще меньше, потому что евро-то дороже стоит, чем меньше. И что они будут покупать? Ну, посмотрим, до чего их догонят. Смотри, чтобы купить немецкий товар, по-простому, его надо хотя бы привезти. Правильно? Правильно. Ну, хорошо, так как у нас есть Евросоюз, у нас не стоит большой проблемы с растаможкой. Слава Богу. То есть, по сути дела, получается, что латышам выгоднее покупать немецкое молоко, чем производить свое? По молоку не скажу, надо сравнивать цены. Но это единственное, что, по сути дела, в Прибалтике более-менее есть. Решают не граждане, решают политики. Я с тобой согласен. Я поэтому и хочу сказать, что нам вопрос один, тема передачи, как это будет отражаться на ценообразовании и того или другого имитента. Для людей все будет дороже. Вот и все. Поэтому для стран входить в еврозону сейчас смысла нет никакого. Ну, Греция, кстати, очень неплохо живется в Евросоюзе. Правда? А они рано или поздно, находясь в Евросоюзе, они бы все равно имели те же проблемы. Так вот не надо было туда идти. Нет, если бы они были в Евросоюзе, если бы они не были в Евросоюзе, то проблем было бы гораздо больше. Так они хотя бы какие-то деньги получили. Хорошо. Чтобы они бы получили, если бы они не были в Евросоюзе. Я думаю, что они потихонечку жили бы в своей экономике и потихонечку в своей греческой манере. То есть ты хочешь сказать, что просто в данной ситуации Евросоюз потянул их вниз еще хуже? Да, потому что Евросоюз... И Испанию, наверное, тоже. И Испанию тоже. Ну, добил их кризис, скажем так, 2008 год, да, когда там в той же Испании рухнул рынок недвижимости, с ним же полетели банки, и с ним же полетела вся структура. Да, долговые кредиты и все. Долговые кредиты, там огромное количество, причем они молодцы, они до сих пор не обратились за помощью к Евросоюзу, хотя эти вот буквально предлагают... А знаешь почему? Суверенитет берегут. Не, они просто ленивые. Испанцы, у них же два слова, это маньяна и сиеста. Они ленивые просто, понимаешь, в облом бумажки предоставляют доказательства того, что у нас все плохо, помогите. Только из-за этого, они просто испанцы ленивые. Я была год назад в путешествии по Испании, я трясла этих людей. Почему у вас фиеста в середине дня? Посмотрите, куча туристов приехала, у всех куча денег, давайте работайте. Это не только Испания, Италия точно такая. Днем зайди к итальянцам, я приехал лично в Италию, захожу реально с 2000 какой-то год, реально с пачкой денег, действительно показываю, 3 часа дня, там образно еду в другой город, подхожу, стучу, все, они... Я спрашивала, как так, у вас кризис, вам нужны деньги, посмотрите, туристы с пачками денег приехали, почему вы не работаете? Они говорят, пойдем коктейльчик выпьем. Да, идем выпьем с тобой, нормально посидим и все. Да, 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 какой такой кризис? Зачем нарушать? Это менталитет, да, его не стоит сбрасывать со счетов, но мы уже решили с вами, все равно же все решать. Давай тогда поговорим, например, там возьмем пару других пар, ты же, в принципе, смотришь, например, там тот же австралиец. Окей. Австралиец очень спокойный на самом деле, но тем не менее, несколько раз в год там бывают такие катаглизмические явления. Вот как ты, например, относишься к экономике Австралии и сама валюта в целом? Я тут совершила путешествие в Австралию. А, то есть ты везде страны, которые ты покрываешь, ты совершаешь путешествие? Ну, не во все, но так получилось, что рискнула ее на этот шаг. И на самом деле, почему я об этом заговорила, Австралия, она очень обособленная, она действительно находится на краю земли и туда только лететь сутки фактически. И рядышком Новой Зеландия, которая еще более обособлена. Да, но Новой Зеландия, как нам рассказали, была когда-то кусочком Австралии, поэтому не сильно она отличается. Это очень спорный вопрос на самом деле. Ну, вот нам рассказали, что тектонический сдвиг, в общем, там до сих пор очень сильная активность. Сейчас, извини, у нас осталось 20 секунд. До первого у нас дальше будем продолжать. Дорогие друзья, у нас, надо же тебя представить, чтобы люди знали, кто это. У нас в гостях Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари». 6510996, у нас прямой эфир. У нас сейчас будет рубрика «Вне времени», после рубрики мы к вам вернемся. Дорогие друзья, радиослушатели 6510996, у нас прямой эфир. Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента. Тема нашей передачи «Влияние крупных политических событий на фондовый рынок». Дарья, еще раз. Добрый день. И третий раз. Здравствуйте. Да, мы начали об Австралии говорить. Или о Австралии. Как же правильно сказать? Об Австралии. Или о Австралии. Об Австралии. Отлично, нормально. Я так потихоньку русский язык выучу здесь со временем. То есть, на самом деле, в перерыве мы говорили, понравилась вам страна, никакого кризиса, все растет. Все спокойно там. Как это отразится в данной ситуации, вы думаете, на валюте? Ну, пока мы идем. По отношению, например, к другим. К тому же, там, доллару. Мы и так, в принципе, когда-то были хуже американского доллара. Потом в моменте мы гораздо усилились на будущее прогнозы. Ну, сейчас пока он тихонечко сваливается. И я думаю, что в обозримой перспективе, наверное, будет. Внутри самой Австралии каких-то сильных проблем пока не видно. Это скорее реакция на общее замедление в мире, на замедление Китая. Собственно, больше ничего, пожалуй. Ну, ты была в Австралии, ты говоришь, ты с людьми общалась. И, в принципе, люди себя очень комфортно чувствуют. Люди великолепно себя чувствуют. То есть, никакого кризиса нет, ничего. Никакого кризиса. Очень много иммигрантов. Все иммигранты, которые приехали, ни в коем случае не хотят домой. Причем иммигранты со всех, со всего мира абсолютно. И Европа, и Азия, и из Латинской Америки. Люди действительно вот прямо изо всех стран. Очень хорошая социальная программа, очень много работы. Очень они себя достойно там. Короче, хорошо им. Хорошо им, замечательно. Погода великолепна. Москва тебе больше нравится. Я люблю Москву. Я люблю Москву, да. Вопрос один. Твои личные ощущения по поводу Сирии? Насколько, на самом деле, война. Разумно, неразумно, это, естественно, ответ один. Она никому не нужна. Все проигрывают. Но как ты думаешь, шансы на войну? Вот твое личное мнение. Я думаю, что война будет. Потому что... В каком формате? У меня... То есть, это будет просто какая-то... Это будет атака с воздуха. Это будет какая-то наземная ситуация. И в первую очередь, как это отразится, естественно, на первую... Потому что, я так понял, что будут вовлечены там европейские страны. Значит, у нас задействованы евро и задействованы доллары. Как это отразится на валютах? Ну, на самом деле, как говорили в нашем известном советском фильме «Восток – дело тонкое». Вот. Поэтому в этот регион вообще хорошо было бы не лезть. Вот так, по-честному. Но раз уж Штаты так громко об этом заявили, отступать от своей позиции, разумеется, они не будут. Потому что это потеря авторитета. Ну, то есть, типа, они не скажут «мы передумали». «Мы передумали». Но они не смогут себе этого позволить, потому что они слишком крутые, чтобы такое говорить. Соответственно, операция будет, это однозначно. То, что говорят они сами, это операция, которая будет лимитирована во времени. То есть, они говорят о том, что это 60 дней максимум, без сухопутных операций. Побомбили и все. Побомбили, сказали Асаду Ата-Та, нехороший ты человек, используешь химическое оружие, мы тебя наказали и все, до свидания. То есть, ты думаешь, что… Это то, что они говорят. То же самое, что было в Ливии, когда, например, конкретно охотили за президентом, такого не будет. Я могу сказать… То есть, нужно ли его убирать или не нужно? Они не собираются его убирать. Я считаю, что операция этим не закончится, скорее всего, потому что Иран находится в такой жесткой оппозиции. В последнее время все направленные действия, которые были сделаны американцами, это было просто на устранение всех лидеров высшего эшелона власти. Просто везде. Включая Ливию, включая Ирак. Везде. С другой стороны, они говорят о том, что у них нет цели свержения Асада. У них есть цель наказать его. Вот такой он нехороший президент. Естественно. С другой стороны, надо понимать, что ситуация внутри Сирии не изменится, если не уберут его лидера. Так что, скорее всего… А чем у них все? Они очень хорошо живут. Они, если бы не было вот этой волшебной оппозиции, они бы жили прекрасно. Они великолепно живут. И так же самое я недавно, перед тем, как буквально, когда началась история с Ливией, я посмотрел, как живут в Ливии. Они великолепно жили. До войны было все прекрасно. Да, у них все было прекрасно. Студенты получали иную сумму денег, молодожены получали иную сумму денег. беспроцентные ссуды. Если ты едешь учиться за границу, то есть они просто должны были целовать землю. И тем не менее. У вас еще нет демократии, тогда мы идем к вам. Да, точно. Вы же знаете этот логин. Да, поэтому я думаю, что в Сирию вторгнутся однозначно. Очень опасна позиция Ирана, поскольку они поддерживают Сирию. Здесь другая позиция. Здесь есть Россия. Здесь есть Россия. Если бы действительно, как бы сказал наш президент, наш и наш, тот наш и этот наш, оба наш, как сказал президент России, да, и... Уже помогаем и будем помогать. Да. Так, то есть вопрос один. Естественно, если будут тех бомбить, как Россия впишется, то есть как вписываться, заступаться, надо посылать свои войска. Правильно? В первую очередь вооружение. Естественно. Ну что вооружение? Вооружение это само собой. Да, ну вот смотри, что там закрывает советский канал. Американцев туда не пускают. Значит, получится, что идет вовлечение не просто, например, там одной страны, а идет вовлечение просто огромного количества стран. Притом оппозиция очень сильная с обоих сторон. Вот это и опасно. Что будет с валютой? Естественно, опасно. Это не какая-то одна страна. Что будет с валютами? Если будет эскалация конфликта, эскалация конфликта будет. Вот, окей, решили. Ты же сама сказала. Ну, я сказала, я не военный эксперт. Хорошо, я понимаю. Я считаю, что... Ты просто сказала логическую вещь одну, что американцы, скорее всего, не откажутся, потому что на самом деле сказать, что у вас там все плохо, мы за вас заступаемся, а потом сказать, знаете, мы передумали, тут я с тобой соглашусь. Скорее всего, что-то будет. Может, просто там постреляет немножко или еще что-то. Но выглядит смешно будет, но согласитесь. Согласен. Они не могут этого допустить, они же как бы вершители. Но тем не менее, я с тобой согласен. Пару раз я был в Израиле и со стороны сектора Газа просто летали ракеты. Они как бы вроде не воюют, но раз в несколько лет, видно, у них просто там просто боезапасы имеют... Срок годности. Срок годности. И буквально я вот начал анализировать практически каждые четыре года. Там тот этот купол израильский, да, у них система ПВО и все остальное. И самое интересное, как мы запустили там шесть ракет, и тьфу-тьфу, слава богу. То есть такое ощущение, что они стреляют в правильное время и правильные места, чтобы никого не убить, не дай бог. Здесь такого не будет. Есть такая версия, что и у штатов есть там какое-то количество ракет, у которых подходит срок годности, нужно их обязательно расстрелять. Я еще раз говорю, я не военный эксперт, мне очень трудно в этом разобраться. У нас сегодня передача называется просто мнение. И то есть, мне вопрос один. Вот видишь, у нас тема называется влияние политических событий на фондовый рынок. Это политическое событие, все об этом знают. Естественно. Это действительно политический конфликт, который перерастает, например, в войну. Вопрос один, что будет с евро, что будет с долларом. Твое мнение. Вот через две недели война, на самом деле, вот что и обоснули. Вот что, доллар упадет потому-то, евро поднимется потому-то. Наоборот, доллар будет укрепляться. Я образно говорю, я образно. Хорошо. Доллар будет укрепляться, и поскольку это единственная валюта... Против всех валют? Я бы сказала, да. Что доллар это валюта убежища, и когда обычно есть какой-то кризис, какая-то нестабильность, то инвесторы, среди прочих, предпочитают американские активы, потому что доверия больше. Здесь помимо доверия больше, есть еще один актив, который называется нефть. И на сегодняшний день, на сегодняшний день, да, все взаиморасчеты нефтяные, а не долларовые, естественно. Поэтому эскалация любого конфликта, и там рост нефти, а он сегодня, нефть сегодня опять поднялась, рост нефти, например, до 130-140 долларов, она вполне реальная, это, естественно, будет еще эскалировать доллар тоже. Конечно, конечно. Ну, скажем так, если конфликт все-таки удержат в локальном, все-таки есть шанс, что это будет, да, то выше там 120-130 нефть вряд ли поднимется. Если война будет больше... До 120, Дарья, у нас там идти, два локтя по карте. Ну, да. Мы совсем рядом. Вот это и опасно. Мы сегодня по лайт-суит были 110,5. Я вот уезжал с работы, 110,5 по лайт-суит были. Ну, я посмотрела на бренд, там около 115 было. Что такое 5 долларов? 5 долларов? Предел нормальной волатильности сейчас для нефти. Ну, все-таки чуть-чуть многовато. Но опять же, за какой период? Если она за день, так сказать... Ну, вы пару дней назад были 106 по лайт-суит, а сегодня 110,5. 4,5 доллара. Ну вот, идите. Что будет с евро? Евро скорее просядет, потому что, если Европа будет еще впрягаться в войну, у них с деньгами и так, надо сказать, не очень хорошо, а война это всегда военные затраты. Поэтому я думаю, что доверие будет снижено, и, соответственно, от любой нестабильности из активов с повышенным риском будут бежать. Соответственно, я ставлю на падение. Вот мы сегодня по евро... Знаешь, мне всегда... Сейчас, извиняюсь. Да, у нас это евро. Я всегда удивляюсь. Я уважаю спекулянтов. Но вот мне теперь в тебе вопрос, как человеку, который поднимается фундаментально. Вот смотри, буквально несколько дней назад несколько дней назад мы были 1,32 и 3. Вчера мы были, там, позавчера 1,31. Ну, чуть-чуть выше. Сегодня мы уже 1,32,20. Что это такое? Волатильность маленькая. От чего она зависит? Рынок живой, он не стоит на месте. Я согласен. Вот он и двигается. У нас, например, когда люди сегодня, что-то звонков нет, сегодня видно все сонные. Вопрос один. Влияние крупных политических событий. А когда такое минимальное движение, это рыночный шум. Вот здесь не нужно оценивать, как... Не нужно искать какие-то политические события, которые влияют на такое минимальное движение. Это просто дыхание рынка. Хорошо, да как ты думаешь, если, например, глобально, вот начинается война. Начинается у нас война, и ты говоришь, евро будет ниже. Вот куда можно, например, на какие... На какие уровни? Да, на какие уровни можно смотреть по евро? Я думаю, что 1,29 потрогаем. А дальше уже в зависимости от того, как пойдут события. Вот, кстати говоря, мы говорили о том, что может выбить евро из канала. Вот, пожалуй, война и выбьет. Потому что реакция все равно последует. Если в Германии не имеется в виду, с Меркель не будет никаких проблем. Мы уже с вами решили, что с Меркель проблем не будет. Да, комодиты у нас есть бренд. Он сейчас 115, 140,5 были 116, а лайт стоит 110. Так не начался еще конфликт. Сейчас стадия вот ожидания. Вот она немножечко приседает. А как думаешь, когда начнется? Я думаю, недолго ждать. Я думаю, что буквально пара недель максимум. Вот ты вообще представляешь, я на самом деле всегда очень не люблю эти ситуации, войны и все остальное. Оно ничего хорошего не несет. Тем более, как бы, этот конфликт на самом деле, он может быть очень жесткий, потому что, в принципе, Сирия — это не Ливия. Это гораздо более крупное государство. Это государство, у которого очень много денег. Это государство, у которого, на самом деле, там новейшие комплексы стоят, там 300-400. Как бы я человек, который служил в армии, я знаю, что это такое. И это не пройдет. Хотя, естественно, можно там все снести, там 10 тысяч ракет, там 7-10 тысяч ракет, и все. Страны нету. На самом деле. Поэтому я не думаю, что она сильно-сильно кому-то, эта ситуация нужна. Поэтому я бы не хотел, чтобы что-то в таком ситуации было. Дорогие друзья, поактивнее задавайте вопросы. Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента компании «Аль Пари». 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас прямой эфир. После нескольких минут мы продолжим нашу... Дорогие друзья, прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Представлю гостью. Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента компании «Аль Пари». Дарья, добрый день. У нас есть звонки. На первой линии у нас Ирина. Ирина, добрый день. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Хотела бы Дарью задать вопрос. Конечно. Я самому начало слушаю. Вот очень интересно так получилось. Ирочка, давайте сделаем... Просто хотелось спросить. Скажите, пожалуйста, вот как бы вот если начнется война, доллары стоит на рубли менять или стоит оставить? Ирин, зависит от количества долларов, поскольку если суммы небольшие, то немного вы выиграете, немного потеряете. Если суммы действительно большие, то, наверное... Я думаю, что Ирина переживает больше не за курс, а за то, что проблема может с рублем быть вообще глобально. Я правильно вас понял, Ира? Ну, вообще, с этой точки зрения тоже. Поэтому вот думаешь, как, поменять их на рубли или вообще забрать? Они у меня лежат на депозите. Я бы на вашем месте сделала такую грамотную вещь. А, ну, как обычно, хитро это. Вот. Бивалютная... Мы вам рекомендуем бивалютную корзину. Бивалютную корзину, разумеется. На самом деле, это совершенно хороший выход, поскольку валюты дорожают и дешевеют одна за счет другой. Давайте я вам скажу, Дарья, ты веришь в силу рубля? Вот на текущий момент, к сожалению, нет. Но если нефть вылезет на более высокие значения, рубль, разумеется, окрепнет. И тем не менее, нефть в последнее время сходила почти на 15%, а рубль упал. А у нас другие сейчас причины. А у нас внутри... Тогда давайте послушаем другой вопрос. У нас есть Виктор. Виктор, добрый день. Вы в прямом эфире. Добрый день, Александр, и ваши гости. Дарья, гостя зовут Дарья. Дарья, очень приятно. Взаимно. Благодарю. Я хотел бы, Дарья, задать вам такой вопрос. А вас вот немножко не настораживает вот последняя ситуация в Америке, что у Обамы вроде как и нет большинства и в верхней палате Конгресса, а уж про нижнюю, как говорится, и речи вроде как нет, там и близко его нет. Вот правильно, Виктор, вы такой хитрый вопрос здесь задали. Пускай нам политически рассказывает. Он не хитрый, а он умный. Умный, согласен. Вот. А Обама вот именно хочет получить поддержку большинства. Своей нации, ну, представителей. Великолепный вопрос, Виктор. Огромное вам спасибо. Можете прямо оставаться на линии, чтобы поучаствовать в дискуссии с Дарьей. Да я, наверное, отключусь. Не, не надо. Оставайтесь, оставайтесь. Хорошо. Что, вам плохо с нами? Нет, очень хорошо. Вот тогда оставайтесь. Дарья будет отвечать и попробуйте отпарировать. Вы с ней поговорите. У нас есть время, эфиры. Вопрос, на самом деле, великолепный. Это как раз и есть сила политической власти. Поэтому посмотрим, как Дарья будет обороняться. Я бы сказала так, что действительно, Обама не считает нужным брать всю ответственность за этот шаг на себя. Поэтому он обращается к Конгрессу и старается всячески его убедить. И я хочу сказать, что пока говорить рано, поскольку заседаний еще не было. И обсуждать они его будут как раз вот буквально в течение недели или двух, если я правильно помню. У них еще не решен вопрос, кстати говоря, с госдолгом и до конца с секвестром бюджета. Ты согласна? И, Виктор, согласны ли вы, что в первую очередь, скорее всего, американцы и пытаются развязать войну для того, чтобы поднять госдолг? Хотя бы это какая-то причина. Это было бы правомерно. С другой стороны, а так ли им нужна причина? Если они сочтут нужным поднять планку госдолга, максимум, чем они рискуют, это рейтингом. Рейтингом уже давно никто не верит. Поэтому, в принципе, они диктуют условия. Соответственно, вот эта история с обращением к Конгрессу, я бы сказала, что это такое больше игра на публику, на самом деле. Потому что, я думаю, что... Типа, я не хочу принимать сам решение, давайте себе вместе. Абсолютно. Я не хочу брать на себя эту ответственность, что абсолютно правомерно. Опять же, мы уже сегодня немножечко его подели, как человеку, у которого есть Нобелевская премия мира и который развязывает очередную войну. И, понятное дело, что, находясь на такой позиции, ему не хотелось бы, чтобы потом все шишки летели в него. Поэтому он будет, естественно, разговаривать с Конгрессом. Пока единства нет, но итоги подводить рано. Виктор, а вы что думаете? Ну, я вот, кстати, думаю по этому поводу, что вот тоже Обама, понимаете, как бы он сначала сделал резкий шаг вперед, резкий шаг вперед, показать, вот мы с вами разберемся. А потом, когда надо уже действия делать, да, он немножко испугался? А сейчас как бы начинает отыгрывать, вот именно являясь лауреатом Нобелевской премии. Мне кажется, вот его личное желание здесь не слишком велико в развязании вот этой сирийской войны. под давлением как бы своих ястребов, как вы видите, их там есть в Конгрессе ястребы, которые всегда готовы из старой гвардии Буша-младшего, которые всегда готовы без всяких вопросов были развязывать войну. Да, принимать такие непопулярные меры. Обама, по-моему, здесь более такой политически себя грамотнее ведет. Мне так кажется. И еще, я думаю, что, наверное, может это и не окончательный вариант, что война все-таки будет. Даже в легкой форме. Вы думаете, что на самом деле конфликта, есть шансы, что конфликта можно избежать? Да, вы знаете, вот, ну, если даже к логике обращаться, вы правильно сказали, вот сегодня ваша хорошая фраза была очень интересная, разбомбить и уничтожить 300 тысяч человек. Почему-то вот никто не сказал, что даже вот при всей этой масти заявленных химических атак даже озвученное количество погибших составляло, в принципе, 1400 человек, если даже это правда. Если этому верить, я согласен. Да, если, ну, при том, что может быть сейчас вещи несопоставимые. И даже если бы вот на саммите Ж-20 почему-то никто не сказал, вот давайте сейчас проведем черту и скажем, не дай бог. Но на самом деле, на самом деле, Владимир Владимирович очень красиво отпарировал. Он говорит, ну как человек, который получил Нобелевскую премию мира, сейчас ратует за то, чтобы просто с лица земли снести там несколько сот тысяч человек, которые просто пострадают в военном конфликте. Просто, именно, именно мирного гражданского населения. Ну вот, с этим я с вами согласен. вы знаете, здесь на самом деле очень сильный козырь, мне кажется, включился в то, я, опять же, у нас передача не о политике, но я выскажу свое маленькое мнение. Мне кажется просто, что на самом деле, хотя и обострились в последнее время отношения между Соединенными Штатами и Россией, но тем не менее, я думаю, для России должно быть, вернее, извиняюсь, для Америки должно быть очень серьезным козырем в то, что Россия сказала, что она вмешается. То есть, здесь, если, например, одно дело воевать против одной страны, а другое дело, что есть еще Китай и Россия, которые, например, против. И, то есть, это уже две страны другие, а все знают, что между Соединенными Штатами и Китаем, например, существует огромный товарооборот. Если, например, между Россией и Америкой он там не суперколоссальный, то между Россией, вернее, извиняюсь, между Америкой и Китаем это просто гигантская цифра. И потом китайцы еще являются крупнейшими держателями госдолга. И их просто очень много. Опять же, опять же, мы же не можем сбросить со счетов два миллиарда человек. тем не менее, на самом деле, это очень сильная позиция и очень смелая, чересчур смелая позиция, которой занимается Соединенные Штаты. Господа, можно маленькую ремарку? С удовольствием. Вы знаете... Вы нам почаще вообще звоните, так вот интересно, когда в прямой эфир звонят люди или звонят... Звонят. Звонят. Звонят люди, тем более, с которыми просто интересно пообщаться и есть вот этот тройной диалог, когда никто не занимает там ни позицию гостя, ни позицию ведущего. На самом деле, очень интересно. У нас просто как-то пассивные люди, знаете, иногда тему вот развиваешь, люди потом звонят и говорят, ой, какая скучная передача была. Я говорю, так позвоните на передачу, задайте вопрос какой-то шумный и все. Да, мы слушаем вашу ремарку, Виктор. Ну, я тоже хотел прелюдию сказать, в принципе, Александр, я довольно часто слушаю ваши передачи, я не хочу сказать, что они скучные, поэтому даже если туда не звонят. Спасибо большое. Вот, пожалуйста. А ремарка следующая. Вы знаете, вот сейчас мы посмотрели, как Америка вмешивалась в дела всех североафриканских стран. И чем закончилась? И ничем, конечно, Ничем не закончилась, конечно. В общем, для этих стран это не закончилось, но никто не вмешивался. Если бы Россия могла вмешаться, как Советский Союз вмешался в свое время. Афганистан, да. Нет. Вьетнамский конфликт, когда после ударов наших ракетчиков три дня ни один самолет американский вообще не поднимался в воздух, и они очень долго осмысливали, что это было такое, когда там за день там было сбито громадное количество их самолетов, тогда другое дело. Ну, сейчас вы видите... Не, ну сейчас война не будет в таком формате идти, то есть я не думаю, что... Ну, почему? Она могла в таком же формате идти, пожалуйста. Ну, то есть вы согласны, вы думаете, что на самом деле будет там определенная мобилизация какого-то количества действительно российских солдат? Мы не берем во внимание тех, которые, например, там морская пехота, ну, именно потому что посылает несколько кораблей. То есть вы думаете, что действительно будет какое-то энное количество людей действительно туда физически пошлют? Я думаю, что нет, никого не пошлют, и мы туда уменьшиться не будем. Я тоже об этом. Если бы туда поставить не С-400, кстати, у них нет, а поставить... Ну, насколько последняя информация гласит, там очень спорный вопрос, что там вполне могут быть С-400. Ну, дай бог. Это красивая такая ремарка, Дарья даже пальцы показывает. Красивая ремарка. Ну, с патриотической точки зрения. Я вас прекрасно понимаю. А если бы еще был хороший обслуживающий персонал из наших специалистов и достаточное количество этих комплексов, тогда это было бы уже американцам, наверное, призадумиво. Ну, Россия на самом деле очень выгодна Сирия, да, там же, как и Индия и несколько других стран, которым действительно продаем оружие там на колоссальные деньги. Это с точки зрения бизнеса просто защищать свой плацдарм, который образно тебя кормит. Это то же самое, как защищать свой дом, в который ты приходишь и кушаешь. На самом деле это просто стратегически правильно. На самом деле, если взять, может, какую-то неполиткорректность, а взять просто правильно или неправильно, то действительно ты сам себе убиваешь место сбыта. Огромное. Да и даже, может, не совсем место сбыта, а фактически, посмотрите, наша-то позиция, это же раньше все были наши страны, которые близко к нам приближенные. Да, друзья. Виктор, огромное вам спасибо за вопрос. У нас осталась минута, я ее подарю Дарье. У меня есть несколько вопросов. Всего вам доброго. Дарья, значит, по ФРС. Твое мнение, что, как, что будет, что сделают? Ждем заседания 17-го, 18-го. Весь рынок готовится к тому, что программы начнут сокращать. 20 миллиардов называют такие цифры. Это цифра смешная. Смешная, смешная. Но я стою среди тех упрямцев, которые не верят в то, что до конца года будет запущен стейперинг, вот тот самый, да, поскольку статистика-то пока, на которую они опираются, пока не рисуют разуженные картины. Инфляция слишком низкая, безработица слишком высокая. И на самом деле вот то оживление экономики, которое показывает там рост ВВП, на самом деле это новая методика расчета. Дорогие друзья, у нас очень интересный гость будет, у нас так и получилась полуполитическая передача, Дарья Желанова. Дарья, огромное тебе спасибо. Спасибо. Увидимся в следующий понедельник, услышался, всем удачи. Всего доброго. Всего доброго.